Тема моего доклада будет реальная история внедрения DevOps в Альфа-банке. И прежде чем приступить к своему рассказу, я бы хотела немножко с вами пообщаться, для того чтобы, в принципе, понять, что в большей степени вас интересует, чтобы мой доклад был действительно вам полезен. Поэтому разомнёмся на уровне, первое что меня интересует, кто из вас, в принципе, знает, что такое DevOps? Сможете поднять руку? Окей, мало. Я как-то рассчитывала, что будет больше. Ладно, ничего страшного. Хорошо, подскажите... Ну, вообще, не совсем логичный вопрос, но тем не менее. Вот те люди, которые подняли руку, у вас он уже внедрён или вы только слышали о нём? Понятно. Внедрён. Да. DevOps, инженерный методология DevOps, это не одно и то же. Собственно, доклад говорит коростки о том, что очень часто сейчас путают слово DevOps с должностью DevOps. Вот это не одно и то же. Я хочу рассказать именно о методологии, о культуре DevOps. Ну и, соответственно, последний вопрос, который я задам, это как много здесь в менеджерах? Поднимите руку. На самом деле супер. Потому что я тогда смогу не так много рассказывать о всяких менеджерских лайфхаках, а рассказать непосредственно о том, какую инженерку мы у себя внедряли, какие, в принципе, практики использовали, какие технологии. Я думаю, вам, как инженера, будет это очень интересно. В принципе, с ожиданиями я поработала, с вами познакомилась. Поэтому немного расскажу о себе, так как я первый раз выступаю, меня никто еще не знает. Поэтому, кто я? Я руководитель проектов по автоматизации тестирования в Альфа-банке. Также у меня есть проект с инженерными практиками. И я внедряю DevOps в Альфа-лаборатории и на весь банк транслирую эти процессы. Я это делаю не одна. Естественно, у нас команда, просто я как руководитель проекта. Помимо всего прочего, я являюсь аджератой и стенд-каймером в своей команде коуч людей, коуч процессы. В КОА я с 2012 года. Опытов не так много, но есть чем поделиться, что рассказать. В принципе, в 2007 года есть в моей карьере такое слово, как 1С программирование. Но, слава богу, я от этого ушла в один прекрасный момент. В 2012 году мне предложили должность тестировщика, ни с того ни с сего. И мне принять решение помог, как ни странно, блог Алексея Упана. Наверное, вы его знаете. Я тогда просто загубила, посмотрела. Я такая, о, вроде интересно. Дайте-ка я соглашусь. И, собственно, с того момента моя жизнь круто изменилась. Я теперь напрямую связана с тестированием и считаю свои миссии распространять качество. В принципе, про себя хватит, потому что времени у нас мало. И у меня основная моя проблема, в принципе, в том, что у меня много слайдов. У меня очень много информации, с которыми я хотела бы с вами поделиться. Поэтому, возможно, будет ситуация, когда я буду просто проскакивать некоторые слайды. Ну, буду смотреть по времени. И что, если не успеваю, значит, ну, просто потом посмотрите презентацию. Постараюсь рассказать вот то, о чем, я считаю, что это самое важное и самое интересное. Поэтому дальше. Прежде чем рассказывать свою историю, нам нужно поделиться терминологией. Потому что, ох уж этот корпоративный слайд, в каждой компании используются свои определения. И очень часто, когда мы не проясняем ожидания, начинается холивар. Чтобы не было холивара, я расскажу ту терминологию, которую буду использовать. К сожалению, красный цвет не очень хорошо смотрится на этом проекте. Ну, мне уже некуда деваться. Собственно, юнит-тесты. Мы называем юнит-тестами все те тесты, которые пишут разработчики. Очень важный момент, обратите на это внимание. Потому что потом будут пирамиды тестирования, которые тоже будут слой с юнит-тестами. И, собственно, там это уже будет немного другое объяснять. Я объясню по ходу дела. Дальше. ЕТОЕ-тесты. Объясняю, что такое-то ЭТОС-сценарий, интеграционные тесты. А интеграционные тесты, я думаю, что это все знают. Ну, в любом случае, тут написано. Селениум-тест. Под Селениум-тестом мы называем все те тесты, которые эмулируют действия пользователя. Объяснять тоже не буду, потому что, в принципе, инженеры знаете. ЮАЙ-тесты. Это те тесты, которые проверяют непосредственно визуал. То есть, это кросс-браузерность, адаптивность. Какие-то компонентные ЮАЙ-ны, когда мы просто проверяем само отображение. Тест кавериш. Мы читаем тест кавериш. Используем для этого методологию РУП. Упрощенную версию. Для тех, кто не знает, мы исходим из того, что у нас на одно требование должно быть, как минимум, два ТС-кейса. Один положительный, один отрицательный. Это минимальное тестовое покрытие, к которому мы стремимся. Помимо этого, есть такое прекрасное слово, как продакшн и бой. Это, собственно, одно из тех слов, которые иногда выводят в заблуждение. Есть разный набор тестовых средств. Вот если будет тестовая среда, я буду называть ее тестовая среда. А если я буду говорить продакшн или бой, это значит уже то, что я буду непосредственно видеть наши клиенты. Дальше, последнее. Моки. Надеюсь, что все знают, что такое моки. На всякий случай, это заглушки внешних сервисов, систем, слоев. И супер-тестировщики. Вот это понятие вы наверняка не знаете. У нас есть супер-тестировщики. Это такие тестировщики, которые умеют, практикуют, знают, как поддерживать автотесты. Они могут отредактировать. Они могут, они хорошо знают XPath. Они могут сами даже написать какие-то новые наборы сценариев на базе уже готового фреймворка. В принципе, все. Этой информации достаточно, чтобы мы могли двигаться дальше. Прежде всего, мне нужно рассказать то, какая у нас была предыстория, чтобы вы поняли разницу, что у нас получилось. Собственно, я, как уже говорила, я работаю в Альфа-банке. А если точнее, то это Альфа-лаборатория. Это инновационное подразделение Альфа-банка, где работают лучше из лучших. Мы обкатываем любые нововведения, исследуем рынок, внедряем какие-то процессы, убеждаемся, что это круто, что это действительно улучшает бизнес, и потом транслируем это уже на весь остальной банк. Собственно, так мы и пришли к старой с девопсом, потому что в банке уже давно происходит таджая трансформация. Изначально мы внедряли канпан, потом в какой-то момент доросли до скрама, причем православного скрама. И когда у нас, мы такие поняли, что, блин, у нас есть крутой скрам, у нас есть очень крутой технологический стек, потому что у нас действительно очень хорошая архитектура на базе которой разрабатывается приложение. Но мы не можем быстро доставлять ценность до клиентов. В чем дело? Что мы делаем не так? Выяснилось, собственно, проблема очевидна в том, что эта банка бюрократическая структура, все равно присутствует, несмотря на то, что мы agile. И ценность до клиента приходится доставлять использование других подразделений, когда есть там саппорт, установка по набои, на тестовую среду, какие-то настройки, то есть куча прокси-форматов, которые на самом деле не нужны, потому что это все можно автоматизировать. Окей, задача для себя поняли. Продать историю с DevOps оказалось очень даже легко, потому что это очень модно. Сейчас чуть ли не ленивый не говорит про DevOps. Но, знаете, это как история с Continuous Integration, когда пару лет назад была эта истерия, и на всех конференциях чуть ли не каждый второй обязательно упоминал слово Continuous Integration, и была куча докладов про эту тему. Ну, я просто помню это. Вот, собственно, сейчас начинается такая же истерия с DevOps. Обязательно, я считаю, это нужно включить в конференцию слот DevOps и туда напихать докладов. А теперь внимание. DevOps — это не набор методик, а инструментов и технологий, которые, типа, ну, если есть эти инструменты, значит, у нас DevOps. Почему-то люди считают так. То есть, если у нас есть чип, папа, тенни, типа, о, у нас DevOps, все. Ну, это не так. Потому что DevOps — это культура, это методология, которая в первую очередь говорит нам, что не должно быть Dev Team, ну, про скромное наказание, есть Dev Team, и есть DevOps — это то, которое поддерживает. Вот этого не должно быть. Чтобы донести ценность до клиента, у нас должно быть DevOps, то есть команда, которая состоит из Dev и из Ops. Собственно, когда мы поняли для себя всю боль, боль заключалась как раз таки в том, что наши тестировщики, они не были Dev Team. Я сейчас буду показывать перемен тестирования, вы сами поймете, почему я так считаю и говорю. Они были Ops, они были сервисной частью команды, которая уже протестирована итеративно, там, приложение, потом просто регрессили и доставляли набор. И, собственно, мы приходим к самой пироге тестирования. Я начну снизу. У нас были юнитесты, которые не несли никакой ценности. Это черный ящик. То есть были сознательные разработчики, которые считали, что они умеют писать юнитесты, и писали. Бизнесу было неинтересно, чтобы это делали на различных скромпанирования грумингов. Это, естественно, даже не включалось в бэклок. Потому что бизнес не понимал, зачем тратить на это время. У нас были автотесты, которые были написаны населениями. Они покрывали регресс. Автотестами пользовались только тестировщики. И ценность автотестов видели только те команды, в которых они были. И была UI приемка регресс. В принципе, в процентном соотношении юнитесты, это было где-то не более 5% покрытия тестов по всей пирамиде. По автотестам было порядка 30-40%. И львиная доля — это ручная работа UI приемок и регресс. Причем она состояла из двух частей. Приемку делали аналитики. То есть, когда приходит артефакт на тестирование, они делали приемку. И потом, когда приемка завершалась в стабильной версии, стабильная версия регрессии. У нас регресс был примерно от двух дней до двух недель. На разные системы я беру сейчас среднее значение. То есть, печаль беда. Мы себе таки вставим цель в рамках девопса. Вы знаете, мы вот вам с двух недель, даже там с двух дней сделаем. Три часа у нас будет доставляться артефакт до боя. Почувствовали разницу? И мы как-то такие закоммитились на весь банк. Все такие, да, круто, у нас будет три часа доставляться артефакт до боя. Чтобы вы понимали, с момента, когда разработчик делает pull request, и когда нужно сделать приемочное тестирование, в организме тестировали нагрузочное тестирование, и только потом это должно быть плавиться на бой. Вот эти все этапы мы должны были включить в три часа. И тут вот стала непростая задача передо мной. У меня есть две недели. В конце года нужно сделать за три часа. А что делать? Было, да, немножечко страшненько. Особенно, когда мы проанализировали все то, что у нас есть, и выяснилось, что как бы у нас немножечко печаль. Какие цели мы сами для себя обозначили для того, чтобы понять, что нам нужно изменить, чтобы добиться поставленной цели? Первое, нам нужна собственная экспертиза. То есть у нас должны быть реально крутые тестеры, которые смогут потом, потому что людей не хватает. А если мы хотим, чтобы у нас развивалась культура качества, в принципе, было хорошее тестирование, нам нужны крутые люди. Второе, нам нужна прозрачность. Для того, чтобы все эти внешние подразделения банка в какой-то момент сказали, ребята, вы можете всегда добывать свой, без проблем, мы разрешаем. Они должны верить в то, что мы делаем качественный продукт. Верить они будут только при условии, если у нас будет прозрачный процесс тестирования, и они будут знать, что эта команда делает круто, и можно верить, и можно дать ситуацию, и пусть гуляет каждые 5 минут. Ну там, в Facebook сколько? Каждые 10 секунд гуляют в один как-то изменений. Дальше. Изменить процесс тестирования автоматизации. Эта задача была связана с тем, что у нас минимальное время прохождения на тот момент, всех тестов СТА, 4 часа. Это весь рекресс, полторы тысячи тест-кейсов. Это очень много. Нам нужно за 3 часа все сделать. Поэтому мы таки говорим, что у нас автотесты должны прогоняться не больше, чем за 30 минут. Неважно, какое количество тест-кейсов мы сейчас распускаем. Да хоть это будет 10 тысяч. Это должно в любом случае уложиться в 30 минут. Ну и последнее, это изменить процесс написания документации. Такая некая вишенка на тортик, потому что мы подумали, что если мы все автоматизируем, то нужно избавляться от процесса формата документации. Собственно, приступая к действиям, я сейчас в верхнем уровне расскажу те действия, которые мы сделали, и постараюсь быстрее добраться до части, когда я буду рассказывать подробно. По стратегии. Функциональное наручное тестирование. Мы включили основные 4 этапа. Это обучаем. В рамках обучения мы... Ладно, это я дальше расскажу. Тестировщик в паре с разработчиком пишет юнитаз. Это очень интересная часть. Мы решили экспериментировать с парным программированием. Под парным программированием я буду называть парные сессии тестировщик-аналитик, тестировщик-автотестер, тестировщик-разработчик. Это самая крутая тема, которая только может быть. Дальше. Тестировщик участвует в ревью юнитестов. Вот поднимите руку, кто-нибудь из вас участвует в ревью пуры квестов разработчиков. Клево, есть такие люди. Вот. Мы когда сказали своим тестерам, что есть такая идея, они такие на меня посмотрели, типа странная женщина, и поняли, что нам явно нужно обучать людей, собственно. Первый пункт – это вытекающее следствие из нижних трех. То есть 30 минут по ревью юнитестов. Автоматизация. Ну, прогресс должен быть полностью автоматизирован. Никакого регресса руками. Если мы хотим, чтобы все делалось за 30 минут, нам прилетают изменения. Мы тестировать должны только изменения. Регресс должен быть полностью автоматизирован. Ну, тут набор таких плюшек, которые мы тоже сделали. Это интеграция отчетов результатов по тестам Jira Pipeline. Кто-нибудь про Jira Pipeline слышал? Плакин такой, склевый. Вот мы его используем. Очень крутая штука. Мы это интегрировали с Jira, и у нас артефакт автоматически проходит. Все стадии. И в момент, когда у нас автоматически становится изменение на тестовый стенд, и стадия сдачи переходит в статус на тестировочек, то в этот момент автоматически спускаются автотесты. И, собственно, наша задача интегрировать результаты автотестов в задачи, чтобы не приходить там отдельно на Jenkins и смотреть эти результаты. Автоматический сбор метрик. Мы это еще не сделали, но у нас уже есть... Я не скажу, что это Z, но конкретно мы знаем, как мы будем это реализовать. То есть, это план действий, который мы составили до конца года. Конец года, чем я наступил. Автоматически генерируем документации, используя подходы спецификающиеся по экземплу. Это то, что мы буквально на этой неделе это делали, и это круто, это работает. Я даже покажу, как это выглядит. Из инженерных практик это покрытие кода тестами. Мы внедряли культуру... Если я скажу TTT, то на самом деле неправильно, потому что у нас не про саму TTT, когда сначала пишется тест, а потом код. У нас все-таки сначала пишется код, а потом он покрывается тестами. То есть, у нас тут есть как юнит-тест, это те тесты на контроллеры, что-то такое вообще микроуровень, и N2N-тесты инфрационные. Код кавереж не менее 50% это минимальная планка, которую мы, в принципе, на все проекты ставим, таким образом, принуждая остальные команды тоже использовать те практики, которые мы распространяем. Парное программирование, докерная гибридная инфраструктура, про докер, наверное, тоже уже чуть ли не ленивы говорить. Доработка фреймворка, автоматизация тестирования адаптивности к крот-браузерам, это тоже такой небольшой челлендж был для нас, потому что для этого мы груз-браузерам и адаптивность вообще не тестировали, но как-то не было надобности, старый приложение, старая архитектура, здесь поняли, что нам тоже это нужно. Из процессных особенностей хотелось бы обратить внимание, что мы улучшали прозрачность тестирования, хотелось добиться понимания от всех звеней, чтобы они понимают, что значит тестирование, что нужно сделать, для того, чтобы продукт был качественным. Автотесты больше не сервис для команды, очень много их бывает такое, что автотесты, это сначала делается продукт, потом его передают на автоматизацию тестирования, думаю, у многих такая ситуация, не все могут позволить итеративно разрабатывать автотесты параллельно с разработкой самого продукта. Так вот, у нас очень классная тема, нам получилось сделать автотесты с отставанием в один спринт, в одну юзерсторию, извиняюсь, в день у нас протаскивали примерно полторы-две юзерстория, соответственно, когда мы заканчиваем одну юзерсторию, сразу же начинает разрываться на нее автотесты, таким образом тестировщик тестирует только изменения одной юзерстория, все остальное у него всегда прогоняется автотестами. Благодаря этому мы падаемся в полчаса. Ну и очень все принимают риски, потому что, если мы хотим быстро локататься на клиентов, тогда бывает ситуация, когда мы не знаем, что с этим делать, не до конца уверены, действительно, все протестили. Тут бизнес должен сам принимать, он должен работать с рисками. Собственно, что у нас получилось? У нас есть юни-тесты, их пишут разработчики, я обозначила, которые не исполняют какую-либо бизнес-логику, я имею в виду те тест-кейсы, которые на самом деле не участвуют в генерации документации, потому что они будут понять не только разработчику, но ведь разработчик их не поймет, не обладает знаниями программирования. Но они учитываются в почете код-ковереж. Дальше, M2M-тесты. Вот этот вот слой, так, у меня тут есть пультик, вот этот вот. Это, собственно, те тесты, которые пишутся в паре с разработчиком и тестировщиком, и тестировщиком, и аналитиком. Они вместе генерируют наименование тески, тесерочек прямо в коде заходит, он создает void, и мы пишем на спойке тесты. Создают определенные тесты, потом в этой же венте разработчик эти тесты уже реализует, и сборка произойдет только тогда, когда все тесты исполнятся. Дальше падает блур-реквест, тестировщик, на определенных апруверах, и если все окей, дальше перейдет в бой без ручного тестирования. Внимание, вот этот вот слой мы тестируем на уровне в процессе самой разработки. Потом никакого ручного тестирования. Мы считаем, что если этот слой покрыт у нас на 100% тестами, то это круто, мы верим, мы считаем, что это истина. Дальше, автотесты, ну, это компонентный тест, ну, ты получишь, тут просто слой, тут есть интеграционный, когда мы используем Моки для внешних сервисов, Моки тоже пишут кисеропщики с помощью WireMoke мы создаем и сразу потом генерируем Мок-сервер. И есть компонентные тесты, когда разработчики, если есть какая-то логика, в принципе, не обязательно подключаться к внешним сервисам, то есть монтировать их. Мы используем билдеры для того, чтобы создать Мок-объекты. В принципе, этого достаточно для того, чтобы протестировать логику. Дальше, у нас есть In-to-end автотесты, это селениумские, как правило, автотесты, для мобайла мы используем Apple, когда проверяется инфекционное взаимодействие на стороне фронта, то есть полный тестовый цикл. И есть компонентный автотест на UI, это когда мы замокируем нам API, тестируем непосредственно отображение, это просто у нас адаптивность. И остается UI-приемка, как я уже сказала, это тестирование, только изменение. То есть изменилась у нас одна кнопочка во всем приложении, значит, тестировать мы будем только эту кнопочку, ничего другого мы тестировать не будем. Потому что мы сделали, какая пирамида у нас получилась, я рассказала, поэтому теперь я постараюсь быстренько рассказать о том, как мы реализовывали те самые этапы, которые я озвучила. Идеальный тестировщик, кто же он? Когда мы поняли, что нам нужны крутые тесты, нам нужно было сформировать некий такой бэклог требований к этому человеку. Получилось вот так. Я не буду сейчас все это читать, я просто скажу клевую фразу. Крутой тестер это немножко аналитик, немножко программист и очень крутой коа-инженер. Я не знаю, почему некоторые тестировщики считают, что они не должны уметь программировать, я с этим не согласна. Или почему некоторые тестировщики не должны там уметь аналитик продукт, я тоже с этим не согласна. Ну, собственно, наша идеология такая, что у нас должны быть крутые инженеры, которые обладают все этими знаниями, потому что мы никогда больше не тестируем черный ящик, мы всегда тестируем только белый ящик. Мы столкнулись с проблемой. Окей, нам нужны крутые тестировщики, но что делать? Ну, на рынке. Рынок, в принципе, сейчас страдает с точки зрения экспертизы, поэтому решили их обучать. Для этого мы проводим еженедельные лекции по DevOps, также проводим обучение в парных сессиях вместе с разработчиками автортеста, в парных сессиях с разработчиками, когда тестировщики вместе с разработчиками сразу решат юнит-тесты. Договорили, что у нас на каждую проектную команду 0,5 автортестеров, то есть у нас больше автортестеров, это не сервисная часть, а автортестер находится в команде, он всегда знает, что происходит, он присутствует на тест, а он у нас прям планировал, предспективы, и он также понимает, что результат бизнес-ценности, который делается, также зависит от него, потому что автортестер это уже не отдельная какая-то приблуда, это часть проекта. Коммуникацию, но это очень важно, потому что когда человек начинает общаться в команде, понимает, что происходит, то он, собственно, начинает сам развиваться, в челлендж его. Организация развития коммуникации сообщества мы сделали так, что раз в неделю мы собираемся, проектируем какой-то реальный сервис. То есть пишем, у него тестомодель, разбираем такие догмы, например, как правильно именовать тест-кейсы, потому что очень многие этого до сих пор не умеют делать. То есть все мы тестировки, но я больше чем уверена, что многие из нас не до конца понимают, как правильно можно наименовать там юнит-тест, правильно назвать, или обозвать тест-кейс, потому что все те тест-кейсы, которые мы пишем, они участвуют в формировании самой документации. Ну, такой маленький бунтик выращивания собственных клонов, это то, что нам сказала само руководство, типа, ребята, вы делаете крутую работу, я хочу, чтобы у вас появились ваши клоны. У меня осталось на самом деле 20 минут, поэтому я сейчас, наверное, буду очень быстро, буду еще быстрее говорить. По визуализации качества не буду рассказывать, скажу, что мы визуализировали только благодаря того, что мы выносим на всеобщее обозрение само качество продукта и донесли до команды, что качество продукта зависит не от тестировщика, а от самой команды. Если продукт у нас вышел в дефектный в бой, это не проблема тестировщика, это проблема команды. Сделали это благодаря тому, что тестировщик в паре вместе с кем-то из команды начинает делать приемку. И люди погружаются и понимают саму суть тестирования. И в следующий раз они начинают видеть больше ценностей самого тестирования. Ну, плюс есть мониторинг, там, монитор, на котором мы уходим, допустим, в производительность. Это тоже мотивирует, подстегивает команду. Про процессы функционального тестирования в тот тест ручной. Я, в принципе, это уже все сказала про 0.5 автотестера, ревью юнит-тестов. Не буду проговаривать. Презентацию потом посмотрите при желании. Не скажу про вишн-моноторти. Спецификация, конечно, по экзамплу. То, чего нам удалось добиться. Сама идея сделать документацию как код, она звучала немножечко фантастичной. Особенно, когда мы пришли в команду и сказали, ребята, у вас тут есть тестовая модель, есть там всякие отары, есть спецификация, которую пишет аналитик. Но никто этим не пользуется, потому что один раз написали, и в стол. И фактически потом, если разработчик меняет это API, она переиспользуется в другом проекте, то у нас, в принципе, эта документация теряет свою актуальность, и начинает возникать проблема с актуальностью документации. То есть мы решили, что мы будем делать следующее. Будем использовать тест-кейсы как документацию. Потому что если правильно именовать тест-кейсы, то они смело могут выступать в документации для проекта. Соответственно, юнит-тесты – это наша спека для реста, ну, для API. И для API мы также пишем умель-диаграмму сразу в коде. То есть в проекте этой позитории там находится папочка, где докса, где, собственно, описано планту умель-диаграмму, мы ее генерируем сразу с помощью грудлового плагина. И в артефакторе, в релиз самого API прикладывается HTML-документ с диаграммкой и с описанием, с примера вызовов и response request самого реста. И также у нас есть тест-кейсы на юзер-сторе, это для UI. Мы отталкиваемся от того, что у нас есть маленькая юзер-сторе, и на юзер-сторе мы делаем определенный набор UI-метестов. Я сейчас покажу, как это выглядит. Ну да, то есть выводы, которые у нас получились, это реально круто. То есть у тебя есть билд, у тебя есть у него обязательно актуальная документация, потому что если у тебя юнит-тесты не прошли, значит у тебя не соберется билд. А если у тебя юнит-тесты прошли, значит документация, которая генерируется по юнит-тестам, она актуальна. То же самое происходит с планту умель. По UI-ным тестам история абсолютно такая же, потому что UI-ные тесты у нас генерируются на основе BDT-тест-кейса, который описывается в автотестах. То есть в автотестах у нас используют связку с обеихе в приселению, И все эти story-файлы у нас записаны на русском языке конструкции GivenVenzen. И все эти конструкции выгружаются, как некая такая документация на user story, в которой можно всеми дистанциями пройти с набором шагов и понять, как всегда работает UI. По всем нашем процессе самым важным было проектирование task-кейсов. Я считаю, что это одна из самых важнейших частей вообще в нашем процессе. Зачем и почему мы это делаем, я думаю, я не буду сейчас рассказывать, потому что это отдельная тема целого доклада. Просто покажу вот эту схему. Так примерно выглядит REST-сервис. Вход, выход, функциональная логика — это внутренний гидкообработчик, внешний вас данных, внешний сервис — это такая утрированная версия REST-сервиса. Так как у нас middle по большей части состоит из сервисов, которые выглядят следующим образом, и мы тестировщикам сказали, ребята, для того чтобы вы не тестировали руками сервисы, вы должны гарантировать стопроцентное тестовое покрытие. Для этого в момент, когда вы пишете тест-кейсов в коде, вы должны спроектировать эту тестовую модель. И проектирование делаем примерно по такой модели, когда мы сначала гарантируем стопроцентное покрытие на вход, на выход, на логику — это компонентные тесты. Потом делаем взаимодействие, то есть проверяем вот это взаимодействие, это уже интеграционные тесты. Также нужно проверить вход вот здесь, интеграционный тест вот здесь, вот здесь и полный цикл. Ну это некая такая, скажем так, наша версия тест-дизайна, назовем так. И она гарантирует стопроцентную прогрессию, и в момент сборки BuildTime мы уверены, что у нас API уходит качественно протестировано, и руками вообще не нужно тестировать. И проявляет интеграционное взаимодействие с другими системами тоже не надо, потому что у нас есть смоки, которые гарантируют, ну смоки вместо градусов системы, которые гарантируют, что это работает. Жизненный цикл тестовой модели у нас получился в следующем. Сначала проектируем тестовую модель, затем в паре с разработчиком мы ее пишем сразу в кодик, то есть открывает тестировщик идею и начинает войдет. Затем парная доработка с разработчиком, ревью по реквесту, если тестировщик убеждает, то есть он… А зачем делать ревью? Это очень важный момент. Разработчик такой может ходить-кодить, в какой-то момент у него тест не проходит. Он может заскипить и все. И пиши про Павла и описывал. Молодец тестировщик такой, а как я могу поверить, что он действительно там реализует все тесты, которые я написала? Ну зайди в подпись, смотри, проведи по реквесту, договорю, сделайте следующим образом. На UI у нас тоже проектируется тестовая модель, и потом парная работа тестировщика и автотестера, то есть у нас нет кое-что автотестер потом берет описываю документацию, по ней уже делают автотест на UI. Нет. Тестировщик вместе с разработчиком садятся и вместе описывают эту модель. Больше никакой прокси-документации, потому что это пустая трата времени. Из автоматизации тестирования то, что я уже сказала, ТДД не православные. Разработчики пишут им тесты на API и на UI. У нас UI тоже начал апробоваться юнитестами, но тут отдельная история, про это не буду рассказывать. В принципе, я тут все рассказала, поэтому пойдем дальше. Собственно, так выглядит тест на API и на декоменацию кода. То есть мы видим, у нас есть... Sorry. У нас есть void. сервис возвращает на все депозиты клиента. Когда папочка с тестами, то есть где у нас лежат, собственно, файлы с тестами, он состоит из большого количества таких войдов, их можно допустим штук десять. И если мы когда начинаем генерировать доку с Пекусом на этот сервис, то нам вот этих вот наименований будет достаточно, чтобы сформировать понимание того, что конкретно у нас делает сервис, какие у него там должны быть входные параметры, выходные. То есть здесь у нас также указываются пути до МОКов, которые тестировщик... Ну вот, видите, допустим, депозит виздал. То есть здесь тестировщик заходит, подкладывает нужный ему файлик, сам генерирует МОКу, чтобы это соответствовало истине тому сервису, как он должен выглядеть. Я, на самом деле, дико... Автогенерация спецификации. То есть в момент, когда запускается сборка, у нас генерируется файлик, Markdown файл выглядит следующим образом, то есть наименование, запрос, ответ. В принципе, этого достаточно. И плюс второй вариант, это когда у нас генерируется HTML-документ, в котором генерируется вот такая вот схемочка. Это пангажный файл, который вставляется с помощью плагина. И внизу будет описание. Я просто взяла... Вчера мы сделали этот скриншот, то, что успела найти. Просто это, на самом деле, то, что вот в последние недели внедряем, и очень сейчас аналитик работать с этим, это тоже было непросто. Иерархия тестового модели выглядит следующим образом. То есть у нас есть юзер-стори, вот они здесь, верхние уровни, это группы описаны, в рамках юзер-стори вот тут вот. То есть на юзер-стори мы делаем, мы приделаем набор проверок. Метрики я полностью подпускаю, потому что я не успеваю. Используем стек технологий. Инструменты технологии описаны, в принципе, они достаточно стандартные. Selenium WebDriver, Selenium Grid. Это для того, чтобы у нас быстро прогонялись весь набор тест-кейсов, которые у нас есть. Тем более, что у нас прогресс автоматизирован. Selenium Grid, Gbehave, мы с помощью него бедишной историей. Создаем Java, Selenity для того, чтобы репорты красивые у нас были. JUnit используется, Gaunt Framework, это для тестирования адаптивности. Из инфраструктурного пола, института, докер, мезосмарафон и Azure Pack, потому что мы используем облако. Что хотим попробовать, это Selenite, в Agraver.io. Это, собственно, те моменты, которые тоже бы хотелось пощупать, потому что кажется крутыми инструментами. Вот по этой схемке, он просто мне очень нравится, поэтому я вам это не расскажу. Собственно, что у нас получилось? У нас есть наш pipeline. Я, на самом деле, очень сильно переживаю, что у меня тут не видно красного, ну ладно. Потом будет пресса. У нас есть pipeline, когда артефакт переходит на стадию тестирования, устанавливается изменение на стенд, и CI pipeline передает запрос на наш CI с автотестом, где запускается Java, которая должна выполнить автотест. Неважно, какое количество сценариев. В этот момент у нас запускается силой утилита, которая подсчитывает необходимое количество контейнеров для запуска. Объясняю, зачем это. Так как мы хотим, чтобы в рамках всего запуска у нас по-любому это уложилось 30 минут, но мы не знаем, сколько у нас тесткейсов, потому что у нас тесткейс находится в GIT. Поэтому утилита заходит в GIT в проект и подсчитывает количество тесткейсов, которые у нас есть. Мы исходим с того, что один тесткейс это примерно не больше одной минуты, это есть ограничение, которое у наших разработчиков. Соответственно, она рассчитывает по количеству тесткейсов и считает, какое количество контейнеров нужно поднять. Поднимает контейнеры, не она поднимается, она передает параметры, дальше у нас запускается CLI утилита по созданию силы негрита. Собственно, это утилита уже поднимает необходимое количество контейнеров, допустим, 10 штук, подставляет необходимые образы, которые находятся тоже в репозитории. И у нас получается хаб, у нас получается моды с нужными нам версиями браузеров. Собственно, классы выглядят следующим образом, у нас энное количество виртуалок, абсолютно все равно и физические параметры, мы их просто объединяем с помощью Мезос и марафона, и Мезосмастер считает, что это единое физическое пространство. И в момент создания грида у нас CLI утилит общается с API-марафоном. Здесь я понятно объяснила. Что происходит дальше? Когда отрабатывает JAPAN, соответственно, создается Selenium Hub, на котором есть GDK Malone, он собирает проект и начинает раздавать запросы, и его слушает Anoda. Ну, с разными версиями браузера. Я здесь указала 50-50, потому что примерно 50-50, у нас половина контейнеров поднимается с Mozilla и половина с Chrome. Благодаря этому мы сразу параллельно инвестируем в кросс-браузер. Нам не нужно дублировать отдельный запуск на кросс-браузерность. Отрабатывают. После того, как у нас генерировались все отчеты, отчет сохраняется на Jenkins'е, здесь свое хранилище, и Java потом гуляет этот запрос обратно в pipeline, сюда. И pipeline уже подставляет эту ссылочку на запрос в Java task, чтобы тестировщику после запуска надо сразу посмотреть отчет. В итоге, что у нас... Ну, это немножко я рассказываю про утилиту CLI Number of Containers, что она делает. Я, собственно, про нее уже рассказала. Про нагруженную тестировку уже не буду рассказывать. Скажу, что мы сделали централизованное хранирование моков. Это вообще утилита, которая берет те моки, которые мы пишем на юнитестер, она из них поднимает мок-сервер, мы благодаря этому мок-серверу поднимаем нагрузочный стенд. Ну, это обычно наше приложение, которое смотрит на этот мок-сервер. И плюс мы можем сделать так, чтобы тестовый стенд в рамках pipeline сначала поднимается на моков, прогоняется компонентный UI-тест, который проверяет кросс-браузерность, адаптивность, и после этого проверяется только инновационный тест. Так происходит намного быстрее, потому что у нас есть некоторый нюанс, когда мы авторизуемся, то есть если каждый тест будем запускать в отдельном контейнере, нам приходится постоянно авторизоваться. Авторизация происходит долго. Это все-таки интернет-банк. Из выводов, я не буду технических выводов говорить, скажу то, что мы можем артефакт на самом деле доставить даже быстрее, чем за три часа, потому что если мы делаем API, API мы можем за полчаса протестировать и нагрузку сделать. То есть, ну, фактически это лишь процесс сборки билда и выпадка его на бой. Все. Если он собрался, значит, он по-любому работает корректно, потому что были написаны тесты. Гипотезу мы свою подтвердили, успеваем, теперь выполняем. Напоследок, что хочу сказать. Несмотря на то, что здесь мало менеджеров, но наверняка кто-то из вас, возможно, в будущем участвовать будет во внедрении DevOps-а, парочка советов. Наполеонские планы ваши должны учитывать, что DevOps- это история в первую очередь про людей. Это не набор технологий, не набор инструментария. Это очень важно понимать, потому что вы можете прийти в компанию и сказать, а мы будем внедрять DevOps, я вот послушала крутой доклад. Вы должны понимать, что организация готова к этим изменениям, люди готовы к этим изменениям и они хотят этих изменений. Иначе вы столкнетесь с волной сопротивления и у вас ничего не получится. Вы будете автоматически управлять изменения на бой, но все равно у вас не будет происходить настолько быстро, если вы коммуницировали. Вы больше потратите время на устояние коммуникации, чем если вы освоили новую технологию. В общем, команда считает и так сейчас наверняка, что они круто общаются. Вы такие, приходите, говорите, не, я вижу, что все-таки ты там сидишь в одном углу, а ты сидишь в другом углу. Мы, кстати, сделали очень крутой эксперимент, мы посидели всю команду вместе. Вот они сидят, вот там, тестировщик, он сидит между листовым разработчиком и другим листовым разработчиком. И в момент, когда им нужно провести парную сессию, им даже никуда не нужно идти или задать вопрос. Потому что они сидят все вместе. И они стали более динамичны подтаскивать артефакт и добавить, потому что это их драйвит. Они теперь все живут как единый организм. Ну и, наконец, вы потратите намного больше усилий на привитие культуры и качества, чем если бы вы хотели изучить какой-то новый инструментарий. Это очень сложно, потому что такого понятия как культура и качество, у этого слова нет определения. Важно понимать, что тут нужно доносить до всех людей, до бизнес-разработчиков, что тестировщики там это не второслортные люди, что качество гарантируется не тестировщикам, а всей командой. Поэтому, собственно, это то, на что стоит обратить внимание, то, что я бы вам рекомендовала. Собственно, все. Я, кажется, успела.